По Украине, Зеленскому и Нормандскому формату я не разделяю пессимистический взгляд на эту проблему, что все плохо, ни о чем не договорились. А если о чем договорились, то это имплементация Штайнмайера, схемы. Ну, нет, конечно, этого ничего. То, что не удалось достигнуть... Это, кстати, вот критики Зеленского, они, значит... Вот он договорится, предатель, или он не договорился, потому что он там ничего не умеет. Умеет только, значит, играть на рояле, там, каким-то предметом, частью тела. Вот, и так плохо, и так плохо. Ну, это, наверное, не очень важно, вот эта точка зрения такая, я бы ее назвал, радикально негативная. Просто она связана с плохим отношением к Владимиру Зеленскому. Ну, это очень хорошо, с другой стороны. Ему нужна критика. Значит, там есть проблемы, концептуальные проблемы, связанные с командой, с экспертами, которых мало. Очень много людей лояльных, которых он привлек. Но надо делать ставку не только на преданность окружению, но и на высокую степень экспертированности. А это оставляет желать лучшего. Обмен всех на всех. Но это очень хорошо. Не уверен, что Россия будет это выполнять, но в качестве, там, первого шага, то, что, там, Сурков, Путин раздражались, нервничали, но это очень хорошо. Это вот лучший показатель того, что команда добилась каких-то результатов. Значит, вот я слушал Диму Гордона, он говорил, что в связи с неудачей нормандского формата маловероятно, что договоренность о том, чтобы прошла еще одна встреча в течение четырех месяцев, значит, она не будет выполнена. Я не согласен с Димой. Значит, менее всего европейцы, там, Макрон, Меркель, ждут результатов. Процесс для них важнее, вообще для дипломатов сам по себе процесс важнее. И в этом процессе заинтересованы Макрон и Меркель. И это продвижение их позиций, это участие в процессе, что очень важно для любых политиков. Вот, это важно для Путина, кстати говоря, ну, по многим причинам. Прежде всего, тусовочным. Хотя он, я думаю, надеется еще обмануть Зеленского. Не удалось в этот раз, но надо попробовать еще раз. Для Зеленского это очень полезная практика. Так что, я думаю, вот можно было бы там с Димой Пари даже заключить. Сегодня 10-11 декабря, значит, январь, февраль, март, апрель. До 11 апреля, ну, до апреля. Вот я подтверждаю, что состоится встреча. Она нужна всем. Не для результата в основном, а для решения собственных проблем. То есть, ну, она состоится здесь, он неточный прогнозист. Так что все хорошо, процесс политический идет. Все восхищаются Владимиром Зеленским. А Кравчук вдруг сказал правду, первый президент Украины, что Порошенко занимался своими проблемами, своей империей. А Зеленский, вот он такой романтик. Жалко, что его не поддерживают многие порядочные люди, которые продолжают по инерции, а может быть, не по инерции, по каким-то другим причинам оппонировать Зеленскому. Хотя это тоже очень полезная позиция, полезная для самого Зеленского. Ему надо оппонировать, с ним надо спорить, указывать на его ошибки. Как с Трампом. Такое впечатление, что демократы больше пользы приносят Трампу и республиканской партии, чем себе вот этими импичментами. Но это отдельный ролик будет по импичменту.